Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Штраф до 300 тысяч рублей. Почему сейчас стоит ходить в маске? Пенсионеры МВД выселяют на улицу, кто выгоняет мужчину из квартиры, которую ему выделили более 20 лет назад. Без зрителей, в медицинских масках, как прошли самые необычные бега на Барнаульском ипподроме. Загородные лагеря в Алтайском крае могут вообще не открыть в этом сезоне. Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции представитель Роспотребнадзора в крае. Для возврата денег за путевку необходимо написать заявление. Написать заявление в управление по образованию, там, где приобретали путевку, либо если это покупалось напрямую в учебном заведении, то есть там, где ребенок планировал отдыхать. В случае, если откажут возвратить, тогда писать претензию. Претензии мы помогаем готовить. Могут обратиться в Роспотребнадзор управления, поможем. И дальнейшая судьба, это уже только через суть тогда эти деньги взыскивать. Но думаем, что до такой степени не дойдет. Напомним, 10 июля на заседании оперативного штаба губернатор региона подписал постановление, которое, с одной стороны, вводит ряд послаблений, с другой, ужесточает меры борьбы с коронавирусом. В частности, власти официально разрешили работать пляжем. Пока отдыхающих могут принимать три пляжа в Барнауле, остальные в ожидании. Отныне заниматься могут спортивные сборные края. Разрешили торговать непродовольственными товарами на рынках и в торговых ларьках. Что касается ужесточения, то основное из них – обязательный масочный режим в местах скопления людей. В магазинах, на остановках, в аптеках. Основная причина ужесточения – вспышка заболеваемости COVID-19. Так, за последние 10 дней опасный вирус подтвердился более чем у 600 человек в крае. Напомним, недавно от коронавируса скончался 18-летний студент – боец строительного студотряда. Известно, что из 126 бойцов вирус подтвердился еще у 9 человек. Они госпитализированы в Бийскую ЦРБ. Остальные находятся в обсерваторах Барнаула и Бийска. Ужесточение масочного режима действует в крае третий день подряд. Но все ли начали его соблюдать? Что угрозит нарушителям? И как жители относятся к такой профилактической мере? Наша съемочная группа провела рейд по общественным местам и оценила обстановку. Согласно указу губернатора, если покупатель не в маске, то обслужить его не могут. Я сегодня проведу эксперимент. Как видите, я без маски. Посмотрю, обслужат меня или все-таки нет. С порога от ворот по ворот. А вот один из покупателей все-таки остается незамеченным. Без маски смело берет корзину и идет дальше. Почему без маски? Я про маску забыл, к сожалению. Убежал из дома. То есть вас спокойно пустили сейчас? Ну, нет. Я просто вспомнил, что маску надо идти, и я пошел домой. К слову, в этом магазине масочный режим действительно блюдут. Защита есть у всех. Правда, у кого какая, у кого-то нос не прикрыт, у кого-то маски сшиты непонятно из чего и плотно не прилегают. Кстати, объявления об обязательном масочном режиме с выходных красуются практически на каждом магазине города. Перед тем, как совершить покупку, нужно обязательно надеть маску. Но либо объявления не читают, либо правила просто игнорируют. Такая беспечность. Кого-то возмущает, для кого-то это принцип. Как вы прошли? Пропускают свободно, без масок? Только же не обслуживают без масок. Не знаю, в чем смысл масок. Дышать нечем жертвовать. Мы же, когда закрываем нос и рот, мы вдыхаем обратно свой же углекислый газ. То есть это действует на легкие. Берегут легкие, таким образом и на остановках общественного транспорта. В масках единицы. На остановках нужно обязательно быть в маске. Почему ее сняли? Некомфортно? Да. Сейчас оденем. Та же картина и в транспорте. Защищающих себя и окружающих по пальцам пересчитать. Почему без маски? Потому что нету надобности. Почему? Потому что не просят, не заставляют. Позлюгают. Через раз? Ну, через раз. Тем, кто надевает маску через раз, грозят внушительные штрафы от 1 до 300 тысяч рублей. В зависимости от категории граждан. За соблюдением режима следят полиция и госавтоинспекция. Последние сегодня провели первый рейд. Большинство нарушителей пока отделались с предупреждением. Но есть и те, кому за отсутствие маски выписали протоколы. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Уже 6056 жителей Алтайского края заразились коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 235 человек. Скончались 4 пациента с диагнозом COVID-19. А за все время пандемии 126 жителей региона. Перейдем к другой теме. Жители Барнаула испытывают трудности с записью на прием к судебным приставам. Вот уже более 50 дней из-за пандемии коронавируса ведомство работает в новом формате. Попасть сюда можно только в отдельные дни и строго по записи. Продолжит тему Дарья Демиллер. Разрешите, я закрою дверь встанет в коронавирусной инфекцией. Не, ну скажите там. Все телефон, вся информация по указанным телефонам. Я звоню два месяца, уже не могу не рассчитывать, удерживать. Из пенсии я не слезу без копейки. С похожими проблемами сегодня сталкиваются многие барнаульцы. Как выяснилось, горожане не осведомлены о новом режиме работы приставов. А между тем, служба в карантинном режиме еще с 24 марта. Вот уже второй месяц приемной дни только вторник и четверг. А записываться нужно заранее. На сайте по телефону или через инфостенд в здании управления. Здесь сразу идет разъяснение гражданам, что предварительная запись у нас осуществляется не более 30 дней со дня следующего за текущим на имеющиеся свободные даты. С пенсии высчитали 7 тысяч. За что? У меня газа нету и печное отопление. Вот пришла разобраться, за что они с меня высчитали. А через интернет вы можете записаться? У меня нет интернета. Не отвечают. Вот 6 телефонов у меня. Ни на один не отвечают. Впрочем, сложности с записью могут испытывать даже те, у кого нет проблем с интернетом. Прием онлайн доступен лишь для владельцев учетной записи на госуслугах. Остальным советуют звонить на горячую линию. Номер в Барнауле 29 59 46. Удаленно можно, конечно, решить вопросы. Если, например, также вот арест счетов, либо запрет транспортного средства не обоснованно наложен человек, также по этим телефонам может обратиться и решить вопрос удаленно. В течение суток такого как бы незамедлительного характера рассматриваются вопросы. С начала пандемии принимать стали в три раза меньше людей. Раньше в коридорах всегда собирались очереди. До 9 июня прием не вели и вовсе. Теперь добиться очной встречи с приставом можно только по талону. И не день в день. Через личную приемную ФССП. То есть записали достаточно быстро, время было. Вопрос мой пристав очень быстро решил. Вопрос у меня был запрет на регистрационные действия. Автомобиль продаю, просто вот узнала в ГАИ случайно. В здании службы судебных приставов теперь строго соблюдают дистанцию. С посетителями общаются через пластиковые экраны, рассаживают далеко друг от друга. Но теперь очереди собираются у входа в здание. Здесь можно оставить документы в бумажных коробках и попытаться записаться на прием. И здесь про самоизоляцию не думают. Главное – решить вопрос. Дарья Демилер, Николай Шилко. День с толком. Сегодня большая часть жителей краевой столицы осталась без горячей воды. По контуру ТЭЦ-3 начались гидравлические испытания. Общей сложности на них уйдет три недели. Но прочность проверят 970 километров трубопроводов. По третьему контуру проходит индустриальный и частично железнодорожный район. Кроме того, отключение горячей воды коснется старой части города и поселка Южный. А вот жители барнаульского поселка Новый спутник не исключают, что в знак протеста перекроют Павловский тракт, как это недавно сделали жители Сибирской долины со Змейногорским трактом. Причина протеста та же – перебой с водой. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Идет дождь, и для жителей поселка Новый спутник – это единственная возможность постоять под нормальной водой. В поселке более полутысячи домов. Везде льется желтая вода с ароматом канализации. Иногда вместо струи – зловонная струйка. Вот этой воды у меня, вот от моих кудрей, осталась мочалка на голове. У меня жена, она сейчас с своей белкой, у нас в Сбербанке работают, мне обязательно эти белые блузки. Она здесь не стирает, она там ездит к детям на квартиру. Сегодня напор хороший. Всего лишь выходит песок, и вода пахнет тухлыми яйцами. Елена живет в этом доме с 18-го года. Когда заезжала в поселок, знала, что здесь вода техническая. Но всем жильцам обещали – это временно. Вот, можете посмотреть, вот такая у нас вода идет. Вот так все у нас ржавеет. Вот так ржавеют стиральные машины. Полтора года унитазу. Вот такая у нас вода. Мы купили участок в 16-м году. И по стоимости он стоил 1 250 000, 7 суток. Нам сказали, что в эти деньги входят все трубы, заложенные газопроводом, водопроводом, электричеством, все коммуникации. В прошлом году в новый спутник зашла компания «Алитан». Люди считают то, что водопроводные сети находятся в частных руках – упущение района администрации. По сути, сейчас жители платят за аренду сетей, которые построены на их же деньги. Только часто вода до людей вообще не доходит. Видимо, там что-то отрегулировали, либо автоматику отрегулировали, либо что-то. И как бы давление резко снизилось просто-напросто. Может быть, потому что поселок расстраивается, количество домов подключается, потребление растет. А фактически, как таковой, скважины или башни водонапорной нет. То есть есть насос, который стоит на медовой один и все. По словам жильцов, компания «Алитан» не идет на контакты, ничего не делает, чтобы улучшить качество воды и увеличить напор. С такой же проблемой столкнулись многие поселки Барнаула. Например, недавний скандал с перебоями воды в Сибирской долине заинтересовал следователей. Сейчас идет проверка. Только для этого местным жителям сначала пришлось в знак протеста перекрыть Змейногорский тракт. Перекрыли трассу. Собралась пробка. Жители нового спутника тоже решили перекрыть движение, только на Павловском тракте. Предвидя неприятные последствия, в администрации индустриального района зашевелились и вышли навстречу. У жителей накопилось много вопросов. Надо тогда прокуратуре проверить, есть ли у них на недрах пользование, разрешили цель или еще что-то. Сегодня идет хищение, скажем так, недр этой компании, поэтому прощение можно инициировать, но до этого мы не делали этого. Давайте начать делать. В новом спутнике хотят, чтобы город забрал водопроводные сети на свой баланс. В пятницу у жителей состоится еще одна встреча с чиновниками. Они должны доложить, как обстоит дело. Возможно, на новый спутник найдется свой Посейдон, который решит главную проблему поселка. И в случае чего здесь от своей протестной акции не отказываются. Люди готовы доведены до отчаяния, кто не готовы перекрыть палански тракт. Ирина Корчегина и Леха, Ляпин, День с толком. Сегодня алтайские школьники сдают ЕГЭ по физике, а также по истории. Из-за пандемии госэкзамены выбирают только те, кто планирует поступить в ВУЗы. Физику в этом году сдают 866 школьников, историю 722 человека. Экзамен будет длиться около четырех часов. Как отметили в Барнаульской мэрии, в пунктах проведения ЕГЭ соблюдена социальная дистанция. На входе всем выпускникам обрабатывают руки антисептиком, измеряют температуру. Пенсионеры МВД выселяют на улицу. Служебное жилье полицейскому, как и его соседям, выделили более 20 лет назад. А накануне мужчине пришла повестка в суд. Его просят освободить помещение. Такое решение ответчик считает несправедливым и намерен отстаивать право на проживание в общежитии, которое, к слову, может вот-вот разрушиться. Далее слово Екатерине Шаховой. Сейчас дом на Петра Сухова принадлежит Академии гостеприимства, которая в случае с Александром Тарусиным оказалась негостеприимной. В конце июня мужчине пришла повестка в суд. Его обязывают покинуть комнату. Взамен администрация образовательного учреждения ничего не предлагает. Причем в других комнатах прописаны люди, у которых имеется еще собственность. Академии удалось, по-моему, пять лет назад перевести данное здание в нежилое, вместе с проживающимися здесь людьми. Также матерями-одиночками и так далее. Насколько мне известно, в суд подано на меня. Другим жильцам приходили письма о том, что просят выселиться добровольно. С улицы этот дом, мягко говоря, кажется ветхим. Треснула штукатурка, прогнивает крыша, старые окна. Внутри все выглядит еще хуже. Но даже в таких условиях, в официально нежилом здании, люди продолжают жить, потому что идти им больше некуда. Вот здесь провалился сосед, который намного меньше меня размерами, полез сбрасывать крышу снег. Упав, сломал ребра здесь. За такие условия платят по 2-3 тысячи рублей ежемесячно. Вот так, к примеру, выглядит душ на первом этаже. Мыться в нем страшно, но дом не признают аварийным. Для начала его нужно перевести в муниципальную собственность. Однако мэрия, по словам руководства Академии гостеприимства, не берет дом на баланс из-за долгов жильцов по коммунальным услугам. Мы сделали выписки из тех паспортов, все узаконили. Потом приходили из городской администрации, оценивали все. Вопрос шел о передаче здания из краевой собственности в муниципальную. Ну, вы знаете, это уже, наверное, длится года четыре. Почему мы подали на него суд? На сегодня у Тарусина долг почти 40 тысяч рублей коммунальной услуги. А второе мы сегодня проверяем на принадлежность проживать в этом общежитии. Академии гостеприимства принадлежат два ветхих здания. И жильцы обоих – должники по коммуналке. Общая сумма долга – порядка полутора миллионов рублей. Директор учреждения уверяет, такие суммы Академия выплатить не может. Это первая причина, по которой приходят жильцам повестки в суд. Да, до какого-то времени исправно платили. Ушел на пенсию, определенные трудности с работой были, как у всех. И тут еще плюс коронавирус помог этому, все способствовал. Вторая причина рассылки повесток – право на проживание. Если у людей есть иная недвижимость в собственности, то их вполне законно выселить. Но вопрос в том, что у многих людей, как у Александра, комнаты в общежитии – единственное жилье. Окончательное решение в отношении бывшего полицейского суд вынесет 29 июля. Юристы утверждают, у экс-прапорщика МВД есть шансы остаться в своей комнате. Факт того, что его заселяли от МВД, он подтверждает. И у нас нет оснований ему не доверять. Также, насколько нам известно, сейчас по этому делу у нас проводят предварительную проверку органы Следственного комитета Российской Федерации. И если это окажется, на самом деле, что права данного гражданина нарушены, то, я думаю, компетентные органы в этом вопросе разберутся. Другие жильцы настроены оптимистично. Слишком часто им стали приходить повестки о добровольном выселении, но пока из общежития никого не выгнали. Люди надеются, что обойдется и на этот раз, и они не останутся на улице. Правда, в этом случае есть другой риск – не пережить зиму в сильно обветшавшем доме. Елена Кузовкина, Екатерина Шахова, Александр Антропов. День с толком. При пустых трибунах и в медицинских масках больше 120 наездников с разных регионов Сибири в эти выходные все-таки разыграли призыв Всероссийского фестиваля Орловского рысака. Соревнования из-за пандемии прошли в закрытом режиме, но в зрелищности вовсе не потеряли. Подробности далее. 60 километров в час за плечами только пыль. Наездники из Омска, Тюмени, Томска, Новосибирска и Алтая в тренде этого сезона. На расстоянии и в масках. Изольда Лафа – звездная жадя. Двухлетние породистые кобылы бегут на 1600 метров. Красавица жадя вырывается вперед. Всего 2 минуты 18 секунд. И триумфальная победа в руках 60-летнего наездника из «Волчихи» Александра Новожилова. Что она для вас значит? Она, вот видите, я ее ближе к сердцу поставил. Я слышу, как она стучит. По ней очень много значений. То есть волнение, эмоции, я плачу. Так захлестывают эмоции. Вы знаете, в мире есть три красоты. Корабль под парусами, женщина и, говорит, рысак набил. Умный, гордый подход к орловским рысакам один. Ласка. В этом году организаторы фестиваля приложили максимум усилий, чтобы селекционные лошади показали себя во всей красе. Иначе мы потеряем целый пласт. То есть целые группы животных будут неиспытаны. Потому что они только один раз в своем возрасте могут выступать. И учитывая того, что мы находимся в Сибири, у нас соревнования сезонные. Мы не сможем их перенести на более прозвищенные сроки. Поэтому мы в таком закрытом режиме. Присутствуют только наездники, как они владельцы и организаторы. Помимо Кубка и признания, в этом году в рамках поддержки фестиваля Орловского рысака победители увезли еще и денежный приз. Наездники в зависимости от места на пьедестале почета получили от 50 до 200 тысяч рублей. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok